Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на своем канале Европейская психиатрия. Меня зовут доктор София Роттермель и сегодня мы с вами начинаем новый интересный цикл. Цикл об аффективных расстройствах, то есть расстройствах настроения. Здесь, конечно же, мы в первую очередь затронем биполярное аффективное расстройство, его лечение, его происхождение, то есть генетические факторы, поведенческие факторы. Также рассмотрим лечение биполярного расстройства, лечение мании, лечение депрессии. Также мы в этом цикле коснемся таких патологий, как циклотемия, дистемия. Рассмотрим также шизоаффективное расстройство. В общем, нас ждет очень насыщенное время, много интересного и, я надеюсь, для вас нового. Итак, давайте с вами сегодня начнем и начнем мы разбираться с того, что же такое аффект. Потому что все-таки в русском языке слово аффект понимается как какие-то кратковременные и очень сильные эмоции, что не отражает точного названия этой группы заболеваний. Дело в том, что аффективные расстройства лучше перевести как расстройство настроения. То есть расстройство идет либо в сторону повышения настроения, эйфории, тогда мы называем это мания, кто-то говорит мания, но правильные оба варианта. Либо это нарушение настроения в сторону депрессии, то есть когда человек чувствует подавленное сниженный эмоциональный фон. И вот в английском языке есть такой термин, который называется mood disorder, то есть это расстройство настроения, который более точно отражает как раз природу этих расстройств. Потому что в данном случае, когда мы говорим аффективное расстройство, мы не имеем в виду короткие сильные эмоции. Наоборот, при расстройствах настроения мы имеем в виду, что у человека присутствуют более длительные колебания аффекта, настроения, которые длятся, например, неделю, две недели или более. И цикл видео мы открываем первым видео о симптомах биполярного расстройства, то есть такие общие положения. У меня на канале уже были видео, в которых я рассказывала о биполярном расстройстве, но в этом цикле мы будем более подробно смотреть самые разные аспекты этого заболевания. И при этом, что касается статистики, то униполярные депрессии, то есть депрессии, у которых есть один полюс по определению, они их называют униполярные или монополярные депрессии, то есть обычные депрессии, при которых существуют только депрессивные эпизоды. Вот такие депрессии встречаются в 70% случаев. В 25% случаев расстройств настроения речь идет о биполярном, аффективном расстройстве. И еще 5% это только мании в чистом виде, когда у человека нет депрессии, присутствуют только эпизоды мании. Но 5% это, конечно, очень мало, то есть такие случаи встречаются чрезвычайно редко. И самая большая ошибка, в том числе начинающих врачей или начинающих психологов, в том, что коллеги не спрашивают активно у пациентов об эпизодах мании. То есть, когда человек приходит в депрессивном состоянии, коллеги спрашивают очень внимательно, как проявляется депрессия, какие симптомы присутствуют. Но мы должны всегда помнить, что есть еще другой полюс, и в некоторых случаях действительно речь идет о биполярном расстройстве. Но пациент сразу не придет и не скажет, что вы знаете, у меня есть еще эпизоды мании. Потому что обычно люди не воспринимают такие эпизоды, как патологию. И сами об этом первые не рассказывают, как о чем-то плохом, как о симптоме заболевания. То есть, нужно всегда активно задавать вопросы, были ли эпизоды мании, разъяснять, что под этим понимается. И пациенты бывают, что вспоминают действительно, да, несколько лет назад, например, у меня был эпизод эйфории, несколько недель, потратил очень много денег и так далее. Вот тогда это должно уже натолкнуть на мысль о наличии именно биполярного расстройства. Что касается распределения по полу, то мы знаем, что депрессиями страдают женщины, примерно в два раза чаще, чем мужчины. Также это характерно и для тревожных расстройств. Но вот что касается биполярного расстройства, то распределение по полу примерно один к одному. То есть, мы в клиниках видим примерно одинаковое количество мужчин и женщин с биполярным расстройством. И сейчас еще несколько фактов, не очень, к сожалению, приятных. Биполярное аффективное расстройство является одной из самых частых причин ранней нетрудоспособности по всему миру. И еще один печальный факт, то что до постановки правильного диагноза, к сожалению, проходит от пяти до десяти лет. И это я беру немецкие цифры, то есть это данные по Европе. Я думаю, что в странах, где психиатрическая служба работает слабее, то есть эти цифры еще больше. То есть, к сожалению, это расстройство не распознается сразу. И даже после первого эпизода, когда у человека уже был первый эпизод аффективной либо мании, либо депрессии, только 50% людей начинают получать лечение. По европейским данным, около 30% людей и через 10 лет находятся, к сожалению, без лечения, правильного лечения именно биполярного аффективного расстройства. Почему же важно вовремя ставить диагноз биполярного аффективного расстройства? Конечно же, в первую очередь мы всегда стремимся к тому, чтобы человек стал сам экспертом своего состояния, чтобы человек мог сам понимать, когда наступает рецидив, когда нужно идти к врачу, при каких симптомах, какие симптомы должны настораживать, как менять образ жизни, что можно, чего нельзя. Вот психообразование, конечно, является самым главным ключом к лечению биполярного расстройства. Кроме того, конечно, ранняя диагностика важна для предотвращения тяжелых эпизодов, для предотвращения социальных последствий эпизодов, потому что мы знаем, что, например, депрессия – частая причина тоже временной нетрудоспособности. Мания может привести человека к долгам, к каким-то разрушительным последствиям своей жизни. Также, конечно, ранняя диагностика ведет к тому, что это профилактика суицида, потому что мы знаем, что при биполярной депрессии тоже очень сильно возрастает риск суицидальных действий, суицидальной мысли, присутствует практически у всех пациентов в тяжелых биполярных депрессиях, поэтому вот все эти последствия можно предотвратить. Есть такой показатель – риск заболеть в течение жизни, то есть вот этот риск заболеть в течение жизни определяется как 1-2%, но в целом считается, что биполярное аффективное расстройство – это 1-1,5% в обществе, то есть если мы, например, говорили про шизофрению – это 1%, но вот биполярное расстройство примерно по частоте сравнимо. И, конечно же, мы очень часто в большинстве случаев говорим именно о молодых взрослых, то есть считается все-таки, что биполярное расстройство – это болезнь молодого возраста, она проявляется уже с подросткового возраста, в раннем взрослом возрасте, и это не 20-30 лет, как считалось ранее, это гораздо раньше, то есть это может быть и 14 лет, и 16 лет, и 20 лет. И считается уже, что у детей и подростков присутствует эмоциональная лоббильность уже в таком юном возрасте, у тех, кто как раз склонен во взрослом возрасте к развитию биполярного расстройства. Но иногда, конечно, бывает и более позднее начало, то есть у меня были пациенты с началом, например, и в возрасте 40-50 лет женщины в климактерическом возрасте, то есть такое тоже бывает, мы этого не можем исключить. И, к сожалению, первые эпизоды не всегда распознаются, то есть у мужчин чаще всего биполярное аффективное расстройство манифестирует, то есть впервые проявляется манией, у женщин больше именно первым эпизодом депрессии. Такие эпизоды могут не распознаваться, и, конечно, человек не получает правильного соответствующего лечения. Понятно, что если биполярное аффективное расстройство впервые проявляется эпизодом мании, мы сразу понимаем, что речь идет о биполярном расстройстве, но если это первый эпизод депрессии, то, конечно, назначаются вначале антидепрессанты для лечения, и это не врачебная ошибка, как часто думают пациенты, что вот у меня же биполярное расстройство, меня начали лечить антидепрессантами и спровоцировали манию. Вначале, к сожалению, непонятно, если у человека симптомы депрессии, речь идет об униполярной депрессии, обычной депрессии, или все-таки это первая манифестация биполярного расстройства, поэтому назначаются антидепрессанты, если они стимулируют приход в манию, то только тогда становится понятно, что это биполярное расстройство. И если у человека случается несколько эпизодов депрессии, то вероятность диагноза биполярное расстройство падает, то есть с каждым эпизодом рецидивирующей, то есть повторяющейся депрессии без эпизодов мании уже очень мала вероятность, что когда-то вообще разовьется мания, то есть скорее всего речь все-таки идет о чистой депрессии. И при этом нужно понимать, что большинство пациентов находятся именно в затяжных депрессиях, то есть эпизоды мании у большинства людей очень редки, они короткие, окружающие сразу понимают, что с человеком что-то не то, то есть такие эпизоды требуют лечения, но большинство времени все-таки это затяжные, такие тяжелые депрессии, то есть 30-35%, к сожалению, в среднем было посчитано люди с биполярным расстройством проводят в депрессиях. Более короткие эпизоды мании 5-10% и остальное время в среднем это стабильное время жизни. И как многие уже знают, есть биполярное расстройство двух типов, то есть первый тип мы говорим о том, что у человека присутствует депрессия и один эпизод хотя бы мании, то есть мания, когда у человека очень выраженная симптоматика, такое состояние ни с чем не перепутать, когда нарушается связь с реальностью, когда человек чувствует себя всемогущим и так далее. И второй тип это когда у человека присутствуют эпизоды депрессии и гипомания. Гипомания, то есть это мания в сглаженном варианте, когда у человека присутствует эйфоричное хорошее настроение, но тем не менее он не теряет связи с реальностью. Еще очень интересно выделяют третий тип некоторые авторы, третий тип биполярного расстройства, когда у человека присутствует депрессия на фоне гипертимного, так называемого темперамента. То есть когда сам человек по себе очень оптимистичный, очень воодушевленный, настроение всегда приподнятое в жизни тоже, но на этом фоне присутствует депрессия. И также некоторые авторы выделяют и биполярное аффективное расстройство четвертого типа, то есть это затяжные депрессии у человека на фоне позитивного семейного анамнеза по поводу биполярного аффективного расстройства. То есть если в семье из родственников кто-то болеет биполярным расстройством, а у человека затяжные депрессии. И сейчас в современной американской классификации DSM также выделяют другие подтипы, например биполярное аффективное расстройство на фоне употребления психоактивных веществ или на фоне других заболеваний, например соматических заболеваний. Что касается международной классификации, то в новой версии МКБ-11 тоже есть глава аффективные расстройства. Это 6А6. И вот здесь тоже выделяют биполярное аффективное расстройство первого типа, биполярное аффективное расстройство второго типа. Также выделяются циклотемия и другие аффективные расстройства. И также еще интересно, что есть еще один пик развития биполярного аффективного расстройства, это женщины после родов. То есть мы знаем, что после родов повышается риск вообще любых психических состояний, потому что падает гормональный фон у женщины. И вот например постпортальные психозы, постпортальные депрессии, мы все об этом слышали. Но есть еще и риск развития биполярного расстройства после родов. То есть у 14% женщин развиваются какие-то психические отклонения после родов, которые конечно потом можно лечить, они проходят. Но из этих 14% у 22% речь как раз идет о первой манифестации биполярного аффективного расстройства. Что касается течения, то как я уже сказала, у человека за всю жизнь может например присутствовать всего один эпизод мании или гипомании или несколько коротких эпизодов и в основном затяжные депрессии. Но уже один эпизод мании или гипомании позволяет нам поставить диагноз биполярное аффективное расстройство. И часто вот у меня пациенты спрашивают, когда-то давно в юности был один эпизод мании допустим, а потом затяжные депрессии и мания больше не повторяется. Назначьте мне, пожалуйста, антидепрессанты, я хочу выбраться из этой депрессии. Но все-таки мы не должны списывать со счетов этот единственный эпизод мании либо гипомании. И все-таки в случае биполярного расстройства основной акцент в лечении делается на стабилизаторы настроения, а не на антидепрессанты. И есть еще один вариант течения биполярного аффективного расстройства, который называется быстрая смена циклов или по-английски rapid cycling. То есть здесь имеется в виду, что за год у человека сменяются четыре фазы или более. Четыре фазы могут быть в любых комбинациях. Это, например, могут быть две депрессии и две мании или одна мания, три депрессии и так далее. То есть это может быть также четыре депрессивных эпизода, следующих друг за другом. То есть вот четыре любых эпизода за год это rapid cycling. Это более тяжелое течение, оно наблюдается примерно в 20-25% случаев от всех людей, страдающих биполярным аффективным расстройством и часто на более поздних стадиях заболевания. Кроме того, rapid cycling чаще наблюдается у женщин. И также было показано, что при биполярном аффективном расстройстве второго типа rapid cycling наблюдается чаще. А также повышена частота такого тяжелого течения после длительного приема трициклических антидепрессантов, которые вообще в принципе при биполярном расстройстве не являются медикаментами выбора и часто могут даже ухудшить ситуацию. И есть еще одна интересная особенность у биполярного расстройства. Есть такие эпизоды, которые называются смешанные эпизоды. Когда у человека присутствуют одновременно и признаки мании и признаки депрессии. Да, такое тоже бывает. Эти ситуации достаточно сложны для диагностики. Они требуют опыта психиатра. И вот такие смешанные эпизоды еще Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, который вообще назвал биполярное расстройство именно таким и описал впервые подробно именно так, как мы сейчас знаем это расстройство. Он назвал такие смешанные эпизоды депрессивная мания. Такие смешанные эпизоды встречаются в 30-40% случаев при биполярном расстройстве. Их длительность обычно больше, чем длительность обычной мании. То есть при мании, мы знаем, это обычно такая эйфория в течение нескольких недель. Конечно, мания может длиться и дольше, то есть до нескольких месяцев. Но обычно все-таки это настолько острое состояние, что человеку уже через несколько недель оказывают какую-то медицинскую помощь. Но вот в состоянии как раз смешанных эпизодов у человека, например, часть дня может присутствовать подавленное настроение, нежелание жить, суицидальные мысли, ощущение безнадежности. И в то же время это комбинируется с некими проявлениями мании, когда у человека присутствует одновременно ажитация, психомоторное возбуждение, множество идей одновременно в голове, множество каких-то планов. И как ни странно, при таких смешанных эпизодах тоже повышен риск суицида, потому что у людей тоже возникают суицидальные мысли на фоне вот такой ажитации и постоянного побуждения к действию, что-то делать нужно. Конечно, это может тоже привести к трагическим последствиям. И это смешанное состояние проявляется еще также тем, что человек может как основное такое состояние находиться в мании эйфоричной или дисфоричной, но это сменяется, например, часами или отдельными днями глубокой грусти, когда, например, человек понимает, какие поступки он сделал в мании, немножко приходит в себя, осознает, и это, конечно, вызывает очень большие сожаления. То есть во время смешанных эпизодов либо симптомы мании и депрессии присутствуют одновременно, либо сменяются очень быстро в течение одного дня. И у пациентов без лечения даже вне эпизодов наблюдается очень выраженная эмоциональная лоббильность. Вообще это люди очень эмоциональные с детства. Они сами часто о себе так говорят, что с детства были такими тонкокожими, то есть какие-то события могли быстро их вывести из себя, быстро, например, вызвать эмоциональную реакцию в виде слез, была какая-то плаксивость. Кроме того, у людей с биполярным расстройством обычно очень бурные такие эмоциональные отношения. Но помимо этого каких-то определенных черт характера, именно как структуры личности, расстройств личности у людей с биполярным расстройством не наблюдается. То есть это тоже достаточно гетерогенная группа людей со своими разными признаками, симптомами, то есть нет каких-то четких границ, как мы можем поставить, например, заранее биполярное расстройство по характеру человека. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Пожалуйста, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Мне очень интересна обратная связь именно по этому циклу, по этой теме биполярное эффективное расстройство. И я желаю вам психического здоровья!